На сегодняшний день эти мероприятия соблюдаются далеко не должным образом и не в полном объеме, собственно говоря, это и способствует дальнейшему распространению инфекции. Мы уже говорили несколько раз о том, что это воздушно-капельная инфекция, которая передается как воздушно-капельным путем при достаточно тесном контакте, так и контактным путем, поскольку вирус до 72 часов живет на поверхностях. Поэтому еще раз обращаемся к гражданам о том, что нужно соблюдать все ограничения, которые на сегодняшний день действуют на территории Алтайского края, нужно соблюдать максимальный режим самоизоляции и масочный режим.